Детский взгляд на взрослые вещи. Школьники из Челябинского лицея подключились к федеральному проекту «Городская среда» и рассказали, какие парки, скверы и объекты они хотели бы облагородить. Подробности у Ирины Гончаренко. Каким хотят видеть Челябинск в будущем, обсуждают 11-классники лицея номер 35, кинотеатр «Победа», сквер на улице «Молодогвардейцев» и «Лыжная база». Все эти объекты находятся рядом с учебным заведением. Школьники там отдыхают и занимаются спортом. Алексей Филиппов сделал фотографии и рассказывает своим одноклассникам, что именно хотел бы изменить. «Лыжная база в моей жизни занимает не последнее место, поскольку это тот парк и тот лес, где я провел почти все свое детство. Для меня очень важно, чтобы там появились новые тропинки, специальные, оборудованные для людей, которые любят неспешно гулять. Там должно появиться в первую очередь освещение, поскольку там очень темно по вечерам». Свои проекты для федеральной программы «Городская среда» представили и ученики младших классов. Вот, например, третиклассница Марина предлагает благоустроить территорию возле кукольного театра. Есть и проекты, которые предлагают благоустроить скверы возле цирка, театра драмы и на нашей Челябинской Кировке. Выбрать, какие именно общественные места нужно реконструировать уже в этом году, смогут все южноуральцы. В рамках рейтингового голосования по проекту формирования комфортной городской среды. Оно пройдет 18 марта. С конца января и до конца февраля местные администрации принимали пожелания горожан. Пять самых популярных объектов в каждом районе и попали в список для рейтингового голосования. «Очень важно, где мы живем, и поэтому тот выбор, который будет сделан избирателями, пришедшими на участок, это очень важно». Например, жители Курчатовского района смогут проголосовать за лыжную базу или сквер на улице «40 лет победы», в Металлургическом за сквер «Юбилейный» или «Победа», в Центральном за «Алое поле» или пешеходную зону у памятника Курчатова. Полный список можно найти на сайте городской администрации Челябинска.